Так, сюда подошел, сел и делай башню. Ты понял меня? А то я тебе сейчас твою башню отобью. Это третья часть по бронедрезине Зине. Мы начнем с обещанной башни и в этой части мы стопроцентно окончательно ее соберем, ну гарантированно, слово пацана, и она будет готова к покраске. Ай! Я приветствую всех на канале альтернативного моделизма. Башню в полном понимании этого слова я в своей практике делал всего лишь один раз, и это оказался, как вы видите, ансальдо. Поэтому в случае с бронедрезиной я пошел тем же путем. Что у ансальдо, что у Т-26, основание башни, а вернее сказать полностью все внутреннее заполнение объема, это гофрокартон. Кстати, видео по ансальдо вы можете найти, перейдя по ссылке в описании. Что касается бронедрезины. Значит, я взял чертеж, по линии открывания люков провел дополнительную прямую, на вот этом пересечении поставил точку, это и есть центр нашей башни. Измерив диаметр, вырезал четыре окружности из гофры, склеил их между собой и вышел на вот этот размер. Вот он. После, опять же, используя вид сверху, вырезал два очертания башни. Одно очертание это будет нижнее основание, второе верхнее. Даже несмотря на вот этот изгиб, этот размер практически не меняется, поэтому я вырезал один к одному. Для того, чтобы выйти на вот этот размер, внутри этой башни будет установлена крестовина из гофрокартона. Все это увидите на фотографиях. Боковое облачение башни я сделал одним листом обычного картона. Для начала вырезал по ширине полоску, приложил ее, сразу отметил и впоследствии вырезал смотровые щели. И самое главное, опять же, не приклеивая, придавил и отметил места, где буду эту полоску разрезать и раздваивать, для того, чтобы опоясать низ и верх башни. После того, как клей основательно высох, немножечко подшкурил здесь наждачная бумага, для того, чтобы сгладить все выступающие части вот этого бокового картона. На этом, в принципе, все. Сейчас вы увидите фотографии, как делалась эта башня и те работы, которые еще предстоит сделать. А это ствол орудия, всевозможные лючки. Антенну я решил не делать, потому как посмотрел немного фотографий, ни на одной бронедрезине антенны не было, и это мне, как лентяю, задачу основательно упрощает. На этом все. Увидимся, когда будет готова башня. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, вот что трандюли чудотворные делают. Готова башня наша. Итак, друзья, один из подписчиков попросил меня остановиться на башне поподробнее, и я уже размазал этот процесс на сколько можно было. По корпусу, по основанию самой башни уже все сказано, поэтому давайте остановимся на обвесе. Итак, ствол. Ствол я делал из стержня шариковой ручки, он необычный такой, немножко потолще. И понадобился мне еще второй стержень вот такого типа. Я извлек его заднюю часть и вставил один стержень в другой. Вот что у меня получилось. Вот что у меня получилось. Естественно, обрезал на нужные мне длины. Вот это примасочное утолщение ствола я сделал из колпачка, из защитного колпачка, иглы шприца. Опять же, обрезал колпачок на нужную мне длину и вот эту оставшуюся часть надел на белый стержень. Вот таким образом у меня получился ствол. Для того, чтобы закрепить его в самой башне, я вставил в конец его зубочистку и теперь эта зубочистка входит в гофрокартон, который внутри башни образовывает крестовину. И ствол держится достаточно плотно. Дульный тормоз, вернее нельзя это назвать дульным тормозом, в общем, оконечное утолщение ствола, будем так говорить. Я сделал из самоклеящейся бумаги, намотав ее на кончик ствола и для жесткости пропитав суперклеем, потом обработал напильничком. Вот так и получился ствол, ничего сложного. Маска. Значит, для того, чтобы изготовить маску, я нашел себе вот такой дополнительный инструмент. Он замечательно, как вы видите, подходит по диаметру самой маски. И маска состоит из двух слоев, вот внутренней и наружной. Я эти два слоя вырезал по нужному размеру, склеил между собой и тут же, пока клей не засох, вот так вот согнул и придержал на этой оправочке. Подождал, пока клей схватится и маска возьмет свою форму. После этого уже вырезал прямо по чертижу один к одному боковинки и вклеил в маску. Получилась она достаточно быстро и легко, и для того, чтобы придать ей жесткость, еще изнутри закрепил термоклеем из пистолета. Вот такие дела, ребят. Далее по обвесу. Значит, пелескоп командира я сделал все из того же стержня. Взял его вот эту часть, убрал наконечник, намотал сюда немного самоклеящейся бумаги, все так же пропитал ее суперклем и пелескоп готов. Я не знаю, что это. Ну, давайте назовем основание растяжки антенны. Это обычный кусок бумажно-катанной трубочки. Ну и, естественно, венчает нашу башню вот такой лючок из батарейки. Вовремя попалась под руку. Вы знаете, что я всегда следую зову творческого зуда. Если мне какая-то деталь попадается при поиске, то я ее обязательно применяю. Так сказать, не злю его. Ну, я имею в виду зуд, конечно же. По люкам я не думаю, что будут вопросы. Обычные куски картона, приклеенные петли, все из того же кабеля от старых наушников. Вот такая башня. Что осталось? Осталось ее закрепить. Опять же, первая попавшаяся втулочка из волшебной коробки. Колпачок. Внутрь вставлен саморез. Чудесным образом все это дело совпало так, что если закрутить полностью саморез, получаемый зазор, где моя указочка, получаемый зазор равняется примерно двойному слою гофры, вот здесь, в основании бронедрезины. Чтобы закрепить башню, я проделал отверстие, подогнал его под нужный диаметр, потом капнул немножко все того же суперклея, он в бумаге затвердел, и уже бумага стала износостойкой. То есть обошелся в этом случае без вставки капроновой втулки. Вот такие дела, ребята. По башне мне больше сказать нечего. Если уже будут вопросы, пишите в комментариях, буду рад ответить. Итак, мы двигаемся дальше. Под воздействием все тех же волшебных тронюлей, я уже поработал над внутрянкой, так сказать, над интерьерчиком нашей бронедрезины. И первонаперво вклеил вот такой порожек, чтобы наши бойцы не спотыкались при входе. После начал черпать вдохновение в фотографиях. И мне попалась на глаза внутрянка чешской бронедрезины Татра. Я смотрю, чехи особо не заморачивались и поставили посредине дрезины стол для домино. Я не стал идти дальше, чем чехи, и поставил в своей бронедрезине по центру круглую тумбу. Наступая на эту тумбу, наводчик и командир дрезины будут сразу попадать на свои боевые места в башне. В общем-то, вот такая история с интерьером получилась. Становится замечательно. Видите, внутри особо никому не мешает. Конечно, будет мешать открывать двери кормовому стрелку, но я думаю, он как-то с этой проблемой справится. Люк у него есть, во всяком случае. Что я буду делать сейчас? В общем-то, планирую сделать вот здесь ступенечки 3, такую лесенку, и с обратной стороны тоже, наверное, ступенек 4-5, сколько влезет. И делать я их буду из гигантских скрепок от гигантского степлера. Естественно, я это все разделю. Одна скрепочка, будет одна ступенечка. Кусок изоляции нарежу на мелкие такие бочоночки. Буду надевать их с двух сторон на эту скрепку и вставлять в проделанное отверстие в корпусе, для того, чтобы сделать, ну, такие утолщенные основания ступеньки. Вот такой план на сейчас. Приступаю. Ну, а лесенка получилась достаточно симпатичной, как по мне. Я не знаю, вы сами оцените, но мне очень нравится. И, как видите, я сделал даже немножечко больше, чем обещал. Приклеил вот такую подножку, как с одной стороны, так и с другой. Эту подножку я подсмотрел все на тех же фотографиях бронедрезины. Я понял, что эта подножка, это забота о удобстве экипажа. Чтобы удобнее было подниматься по лесенке, удобнее было забираться вовнутрь. И также, чтобы было удобно товарищу-стрелочнику или путейцу вскакивать на нее, придерживаясь за лесенку, ездить на дрезине снаружи и быстро выскакивать и переводить стрелки, направляя нашу дрезину на нужную колею. Я думаю, где-то так эта система действовала. Что же, идем дальше. Опять же, изучая все фотографии, я признал свою ошибку, друзья мои. Да, вот такой антенны, как на танке, на башнях, на тех башнях, которые устанавливались на бронедрезины, нет. Но это не значит, что антенны нет там вообще. Вот смотрите, на этой фотографии и на этой антенна расположена вдоль корпуса дрезины. Так как на нашей дрезине уже не осталось ни одного нормального куска корпуса, то антенну можно будет расположить только вот в этом районе, в этом прямоугольнике. И выглядеть она будет, естественно, так же. прямоугольно. Вот небольшой эскиз, размер 44 на 16. Я ее установлю сюда. Ее вертикальная, эта часть, даже будет выступать как поручень для поднимающихся по лестнице зульдатов. И делать я ее буду из вот такой монолитной медной проволоки. В общем, из меди, по-богатому. Ну, вы поняли. Итак, господа, я представляю вам антенну. Она уже установлена на свое место, закреплена и вписалась достаточно гармонично, как по мне. И теперь за радиосвязь нашей бронедрезины можно абсолютно не беспокоиться. Вызывает легкое беспокойство, не будет ли она задевать за башню при ее провороте? Ну, вроде бы нет. Можно, конечно, поставить башню и проверить, но я тут буду вредным, принципиальным и сохраню интригу до конца. В конце этого видео вы увидите полностью. На 100% собранную дрезину во всей красе. Пока не буду спойлерить. Далее, о планах. Сейчас для вас пройдет буквально минута, а для меня длительная медитация. Я в этом плане вам даже немного завидую, потому что я отправляюсь наклеивать заклепочки по всем вот этим граням нашей дрезины. Еще хотелось бы поговорить о шансовом инструменте. Вот посмотрите, у немцев дрезина просто обвешана всякими лопатами, кирками, ломами, там всевозможными топорами. На советских бронедрезинах такого ассортимента инструмента не наблюдается. Ну, во-первых, потому что все равно стырят, а во-вторых, конкретно на нашей дрезине уже и места нет. Но вот здесь вот на радиаторной решетке, возможно, в следующем говорильном блоке и появится какой-нибудь лом. И еще, что я придумал, ну, как придумал, подсмотрено все на тех же фотографиях, просится вот сюда на прицепное какая-нибудь цепура. Возможно, я ее найду. Вот, возможно, изготовлю сам, но постараюсь, чтобы она появилась, ну, как минимум, к моменту покраски дрезины. И это будет уже четвертая, заключительная часть. Поэтому, друзья, я на медитацию. Буквально через минуту я вернусь. Итак, друзья, на сегодня в последнем балабольном блоке я отчитаюсь о проделанной работе. Я все-таки решил дать шанс нашим бронедрезинотанкистам и предоставил им шансовый инструмент в виде вот такого лома и топора. Да, знаю, не совсем в нужном масштабе, но в моем альтернативном моделизме масштаб это дело 35-е. Главное – наличие. В общем-то, я им предоставлю эти инструменты. Они будут размещены на корпусе. А если уже в процессе эксплуатации это все украдут, пусть это будет на их совести. Моя совесть будет кристально чиста. Ну, в этом плане, конечно же. Что касается цепи, я ее пока не нашел, но очень надеюсь, что она появится до того, как дрезина будет покрашена. Все, друзья, все заклепочки на корпусе, на ходовой, на пулеметной установке, на башне я приклеил. Ничего больше лепить не буду, потому что зависимость какая-то уже появляется. Я еще думал где-то вот в этом районе тросик прицепить, но потом отогнал от себя эту мысль, потому что сильно много всего налепливать тоже не стоит. Сильно хорошо – тоже нехорошо. В общем-то, все. Сейчас я все эти четыре компонента соединю воедино, и вы увидите традиционное слайд-шоу, вы увидите зину в том виде, в котором она пойдет на покрасочку. Ну и еще попрошу держать за меня кулаки, потому что я перехожу сразу к покраске. Вот это вы все увидите в четвертой части. Для меня покраска – это всегда такой не очень приятный процесс, но я думаю, особо зину не испорчу. Все, друзья, вас ждут фотографии, и традиционно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и обязательно поделитесь этим роликом с друзьями. Ну, чтобы люлей не получать, помните вначале. Ну, ладно, шучу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok